Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Этим богослужением, дорогие братья и сестры, мы входим в поприще Великого Поста. Каждый год происходит это важное событие. И у каждого из нас есть свой опыт прохождения через великое поприще, самоограничение в пище, поведении, расширение молитвенного правила. И вот все эти меры, которые Церковь предлагает человеку, входящему в поприще поста, преследуют одну цель – перемену. Но перемену к лучшему. Ведь человек может меняться и в лучшую сторону, и в худшую. Так вот, задача поста – измениться каждому в лучшую сторону. Ну а для того, чтобы этот процесс действительно мог осуществиться, вначале ведь нужно определить цели, задачи. Поэтому одна из задач, особенно первой седмицы Великого Поста, заключается в том, чтобы в молитве, в некоем самосозерцании, то есть в анализе своей собственной жизни, своих мыслей, своих поступков, мы могли точно определить диагноз своего духовного состояния. Никто за нас этого не сделает. Иногда мы прибегаем к помощи духовников, священников и правильно делаем. Но даже самый опытный священник не сможет проникнуть в глубину души, если сам человек этого не желает, если он не раскрывает своих помыслов. А по разным причинам люди иногда этого и не делают. Кто-то стесняется, у кого-то навыка нет. А вот если даже не хватает силы до конца открыть свои помыслы священнику на исповеди, то ведь каждый сам может сделать это перед образом Божиим. И определив свои слабые места, свои греховные склонности, свои дурные поступки, сделать все для того, чтобы за время Великого Поста максимально освободиться от этих тяжелых, греховных гирь, которые придавливают человека к земле и духовно не дают возможность воспарить к небу. Это достаточно трудная работа. Она предполагает способности к самоанализу, критическому восприятию своей личности. А вот это-то и является самым трудным. Ну что греха таить, если мы входим в какой-то конфликт с другими? Мы ведь обычно видим в других причину конфликта. Но если спросить нас, а как мы оцениваем себя в этом конфликте, какие собственные отрицательные черты характера мы можем вычленить из этой ситуации и сказать, вот тут-то я и виноват, то каждый окажется в трудном положении и практически не сможет это сделать. За редким исключением тех людей, которые привыкли приносить Богу покаяние в свои греха. Вот если этот навык есть, то это означает, что человек способен к самоанализу, беспрепятственному, объективному, тому самому, который является непременным условием к духовному возрождению, к преодолению своих слабостей и грехов. Без этого проникновения в свою собственную жизнь, без этой внутренней самокритики, без этого осознания греховности не может быть никакого духовного роста. И, собственно говоря, Великий пост и предлагает нам определенные средства к тому, чтобы мы смогли провести вот этот анализ своей собственной жизни, своих мыслей, своих поступков. Церковь предлагает молитву, участие в таинствах, ограничения в пище. Все это требует усилий. Но ведь без усилий невозможно решить той главной задачи изменить себя к лучшему. И если у человека не хватает силенок отказаться от скоромной пищи, то как же он может изменить свою жизнь? Некоторые говорят, вы знаете, ну я не пащусь, но я вот и дальше по списку какие-то добродетели. Ну а ты попробуй пастись. Ну просто так вот, то, что называется. В качестве анализа своих собственных возможностей. Попробуй. И если почувствуешь, что паститься не можешь, то значит дело плохо. Значит не умеешь управлять самим собой. Не умеешь ограничивать свои стремления и желания. И значит духовный рост, если говорить на церковном языке, дело спасения становится очень и очень затруднительным. Потому что если в малом не можешь себя ограничить, то как же в большом можешь достичь результатов. Другими словами, Великий пост – это школа, школа благочестия. В каком-то смысле школа спасения. И одновременно это замечательная возможность разобраться в самих себе. Что мы можем, чего не можем. Если не можем, то почему не можем. Какие обстоятельства мешают. Или какие внутренние склонности, или может быть особенности характера препятствуют нам к тому, чтобы идти по пути восхождения от земного к небесному, идти по пути преодоления греха, а значит, к обретению спасения. Вот в нескольких словах и смысл всего поприща постного. С одной стороны просто, а с другой стороны очень тяжело. Просто на словах, но тяжело в деле. Если наступает Великий пост, человек привык кушать скоромное, и нужны для некоторых огромные усилия, чтобы отказаться от куска колбасы или сыра. Но если не хватает усилий, чтобы это сделать, то призрачным становится другая цель – достижение самосовершенствования, духовного роста и спасения. Поэтому пост в виде ограничения человека самоограничения от принятия скоровной пищи, от развлечений является одновременно и школой, и экзаменом. Школой, потому что формируется навык преодоления своих собственных слабостей, а экзамен – реальная проверка, на что же ты способен, а на что ты не способен. И вот по результатам этого экзамена и надо ставить самим себе диагноз. И если диагноз будет очень разочаровывающим, то лучше всего найти опытного и доброго человека, чаще всего, конечно, священника, который может помочь разобраться в этих трудностях и дать совет. Конечно, и у священников наших огромная ответственность. В Великом посту действительно приходит множество народа. Иногда физически просто трудно выслушать исповедь большого количества людей, но, братья, надо принимать на себя эту тяжесть, потому что эта тяжесть наша физическая снимает с людей тяжесть духовную. И, может быть, этой тяжестью и многие наши слабости и грехи прощаются Господу. Другими словами, Великий пост нам открывает реальную возможность перемены к лучшему, изменения нашей души, изменения образа мыслей и образа жизни. И только от нас будет зависеть, как завтра начнется день. Встанем ли мы на этот путь? Или отмахнемся? Или скажем, нет, вот мне вначале нужно сделать то-то, то-то, а потом... А потом мы будем откладывать начало реального постного делания на другие дни, а потом, может быть, и забудем обо всем этом. Поэтому начинать надо с завтрашнего дня. С утра. Отложить всякую возможность, кроме людей больных и нуждающихся в калорийной пище, употреблять скоромное, проверить себя на самом слабом. Ну что такое, не вкушать скоромное? И несерьезно даже. Но если вот человек от этого не может отказаться, ну какая же тогда, может быть, перспектива духовного роста? Поэтому пост, с одной стороны, экзамен наших возможностей, с другой стороны, средства формирования, волевых качеств, которые помогут нам, несомненно, пройти по ступеням духовного роста, который предлагает нам Церковь в виде особой дисциплины богослужения, молитвы, самоограничений. И да поможет всем нам Господь не потерять этого замечательного времени, не провести его в суе, не растратить его на повседневные заботы, оправдывая этими заботами невозможность, может быть, частого посещения храма или каких-то других важных церковных предписаний, связанных с Великим постом. Да поможет нам Господь самое главное в самих себя разобраться, найти слабые места, принести покаяние Господу через таинство исповеди и, причащаясь святых христовых тайн, привлекая к себе саму божественную благодать, освободиться от этих тяжких гирь, мешающих тому, чтобы воспарить, духовно воспарить, к небу, к Богу, к святости, если хотите, к подлинному счастью. И да поможет нам Господь именно так провести спасительные дни Святой Четыридесятницы. Мы начинаем пост покаянием. Каждый должен раскаяться в своих грехах. А для того, чтобы сделать это, сегодня Церковь предлагает нам и спросить прощения друг у друга. Потому что иногда вольно или невольно, ведомо или неведомо, мы наносим обиды другим людям. Родители, детям, дети родителям, братья и сестры друг к другу, муж и жена. Ведь каждый знает, как все это происходит в быту и в жизни. Вот сегодня мы должны у Господа спросить прощения, в том числе и за те обиды, которые мы приносили или приносим ближним. За, может быть, непосещение храмов, за редкое причащение святых христовых тайн, а, может быть, самое главное за то, что мы мало делаем добра людям, забывая о заповеди, что вера без дел мертва. И да поможет нам Господь, начиная с сегодняшнего святого вечера, с упованием на милость Божию, встать на путь великого поприща святого поста, дабы с более чистым душевным состоянием в свете светлое Христово Воскресенье и с радостью свидетельствовать, что многое все-таки или даже немногое, но удалось сделать на нашем нелегком пути по работе над самими нас с собой, к тому, чтобы, освобождаясь от греха, приблизиться к нашему Господу и Спасителю, от Которого и истина, и жизнь, и свет, и мир, и любовь, и всякая благость. Аминь. Благословите и простите меня, отцы, братья и сестры, ежесогрешив, словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами. Бог тебя простит, святейший Владыка, прости и ты нас грешных и благослови. Бог да благословит и простит всех вас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok